Город должен вернуть себе то, что было утрачено в 90-е годы, уверены инициаторы проекта. В 2009-м попытки открыть регулярное морское сообщение в Сочи уже предпринимались. Ведь как раз в предолимпийский период все причалы были реконструированы. Но прежняя кампания оказалась недостаточно состоятельной, поэтому на линию пассажирские судна так и не вышли. В Адлере прежде действовал пункт для сообщения с Абхазией, он фактически прекратил существование. И надо его вернуть для общегородских нужд. В Амеретинке построен пирс, который неизвестно кому принадлежит и пока еще никак вообще не используется. Сейчас отстроенные пирсы принадлежат Росморпорту. Их нынешние арендаторы охотно поддерживают идею возродить советскую традицию. Рискнуть и закупить морское такси решила Сочинская Южная судоходная компания. Она уже приобрела четыре судна итальянского и турецкого производства. Вместимость чуть больше десяти пассажиров. На первоначальном этапе этого достаточно, считают руководители предприятия. Мы специально выбрали эту цепь небольшую, небольшую цепь. 12-15 человек – это вполне реально. Если пойдет нормальный поток, люди заинтересуются, мы добавим маршрут. Предполагаемый маршрут – Сочи, Дагомысло, Лазаревское. На юг – Сочи, Хоста, Кургородок и Меретинская бухта. По предварительным подсчетам, добраться до Лазаревского жители и отдыхающие смогут всего за час двадцать с учетом остановок. Работать водное такси будет в курортный сезон ежедневно, примерно с восьми утра и до восьми вечера. На совещании также обсудили вопросы безопасности пассажиров и организации отдыха на территории пирсов. «Помощник президента заинтересовался этим проектом, обещал свое содействие. Ведь нужны для этого кредиты, нужны для этого хорошие отношения со стороны Росморпорта, Сочинского морского торгового порта, где все эти суда наконец-то будут базироваться. Не только частные яхты, но и в данном случае корабли, которые суда, которые смогут перевозить пассажиров». Кроме прочего, пирсы смогут использоваться не только для морских сообщений, но и быть местом отдыха и прогулок. То есть заборы и сетки, которые сегодня перекрывают доступ на отреконструированные причалы, возможно, в скором времени исчезнут.